Мы до 2017 года с сестрой копили, откладывали, продали семейную квартиру, разделили деньги и у нас с сестрой получилось, так сказать, по полмиллиона. На момент, когда ко мне пришел брат с такой восхитительной идеей, я уже имела опыт руководящей должности. У Антона конкретного опыта не было, зато он прискался идеями. Это дело было открывать крайне тяжело по нескольким причинам. Первая причина – это решили взять большой объем площади арендной. Это было 150 квадратных метров, считаю, в центре Томска, это было очень дорого. Второй момент – мы вошли в медицинскую деятельность, где априори сложно из-за того, что много проверок. И плюс мы никогда не разбирались в сфере массажа, это была новая сфера для нас. Изначально никаких таких, что прям, ну, плюшек, мы так скажем. А на самом деле, когда мы посчитали, оказалось, что нам дороже доказывать, что у нас работают инвалиды, чем вот эта льгота. И, безусловно, мы просто работали как обычный бизнес, с обычными людьми, и абсолютно никак не претендуя на какие-то там поддержки, ну, меры поддержки и так далее. Я считаю командным игроком, и мне одному двигаться неудобно, неуютно и скучно. Я сразу знал, что мне нужен будет партнер, во-первых, из личностных качеств, а во-вторых, мне не хватало средств, это тоже важный фактор. Мне нужен был свой инвестор, непонятно было, сколько точно нужно вложений. Антона рамок не было. Антон, наоборот, он входил за эти рамки, он не знал, как это делается, а зато знал идею, которую хочет, да? Соответственно, и получалось, что я знаю, как это воплотить, но Антон знает, как, ну, вернее, какая идея будет хороша, так скажем. Я думаю, нельзя слепо строить бизнес, неважно, с кем вы это делаете. То есть на доверии, даже если друг это ваш близкий или родная сестра, отец, не знаю, кто еще, нужно прописать все детали, как в документации, так и в ваших ответственностях устно. Настолько тщательно и точно, чтобы у вас никогда не возникало проблем в решении каких-то споров.